Здравствуйте, я Антонио Сентено, основатель канала Real Men Real Style, и сегодня я собираюсь говорить о цветах костюмов. Ни стиль костюма, ни покрой, ни его рисунок, просто цвет костюма. Господа, вы знаете, меня часто спрашивают, что если я собираюсь купить только один костюм, то какого цвета выбрать, какую ткань я должен выбрать? И мой ответ, в подавляющем большинстве случаев, угольно-серый. Угольно-серый, вероятно, самый универсальный цвет костюма на планете. Вы можете надеть его и на похороны, и на свадьбу в тот же день. Вы можете надеть его на собеседование. Он темный, но не черный. На самом деле, некоторые люди будут ошибочно принимать его за черный. Но когда вы выйдете на свет, особенно естественный, вы увидите, что он светлее. И поэтому у него нет таких проблем, как у черного костюма, которые так выражены. И угольно-серый легко сочетается с таким большим количеством рубашек, рисунков, текстур тканей. Угольно-серая махровая шерстяная ткань – самая универсальная ткань для костюмов. И это то, что я рекомендую, если вы собираетесь купить ваш первый костюм. Теперь цвет, который идет прямо за ним. И потому, что он настолько распространен, особенно в Северной Америке, является темно-синим. Темно-синий может произвести эффект особенно на молодых людях. Он может заставить их выглядеть моложе. Хотя это не всегда плохо, если вы немного старше. И темно-синий не так оформлен, как угольно-серый. Но во всей Северной Америке, и во многих, я бы сказал, что в большей части мира, темно-синий костюм заставит вас его купить. И я бы сказал, что он очень близко расположен рядом с угольно-серым. Поэтому, если у вас есть темно-синий костюм, или если вам нужно выбрать между двумя костюмами, и темно-синий подходит вам лучше, не проблема. Берите его. Он будет немного менее универсальным. Но я здесь разрываюсь. Ведь таким образом, угольно-серый, темно-синий – два простых костюма, которые я в 99% случаев рекомендую в качестве первого костюма для мужчины. Куда бы он ни пошел, я бы сказал что-то подобное. Хорошо. Каковы другие цвета ткани, которые вам нужно искать и понимать? Черный? Черный очень распространен. Но это не значит, что он должен быть у вас. И черным, я думаю, слишком злоупотребляют. Черный цвет великолепен. Если у вас черные волосы и у вас темная кожа, я думаю, что черный костюм на таком человеке выглядит шикарно. Но если у вас светлая кожа и светлые волосы, черный может быть легко подавлен. И черный пришел из истории более формальной одежды. И он пришел в костюмы, и многие люди будут утверждать, что черный не самый хороший выбор для костюма и должен быть оставлен для официальной одежды. Я не так категоричен. Но я уверен, что если у вас есть выбор, возьмите костюм темно-синего или угольно-серого цвета, прежде чем черный. И снова черный для меня больше подходит мужчинам с черными волосами. Потому что он лучше обрамляет лицо, и цвет не тускнеет. Особенно, если у вас немного более темная кожа. Тогда это не будет высасывать цвет из вас. Поскольку у него такой резкий контраст между кожей, черный цвет может, особенно при неестественном освещении, забрать немного цвета кожи. И это не всегда так здорово. Но после черного, средний серый, тот цвет, который я считаю недостаточно используемым. И я не говорю, что если у вас уже есть угольно-серый или темно-синий костюм, средний серый цвет – отличный второй или третий или четвертый костюм. И поэтому средний серый цвет, который иногда называют кембриджский, он будет… Вы можете явно сказать, что он хорош при всех типах освещения. И средний серый отличный, потому что он не такой формальный, как угольно-серый. Но для большинства бизнес-встреч, и вы знаете, даже для свадеб, особенно для тех, которые на улице, средний серый подходит идеально. И поскольку серый – это отличная нейтральная палитра, он будет сочетаться с широким ассортиментом рубашек. Так что и как темно-синий, и как угольно-серый, средний серый цвет может в значительной степени сочетаться с широким диапазоном рубашек. После средний серого цвета вы также можете смотреть на светло-серый цвет. Светло-серый шикарен для летней одежды. И более светлый цвет также в нейтральной палитре, что позволяет ему сочетаться с большим количеством рубашек. Кроме того, просто позволяет чувствовать себя хорошо, когда наступает холодная погода. Мне нравится светло-серый костюм без подкладки. И то, что я подразумеваю под «без подкладки» – это то, что пиджак не имеет ткани внутри. И это работает хорошо, когда погода жаркая, и это позволяет вам дышать немного больше. Так что это светло-серый. Опять же, мне очень нравится носить его летом больше, чем зимой. Раз мы заговорили о летней одежде, давайте поговорим о цвете тан. Тан – это еще одна ткань, которую, если вы находитесь в тропической области, вы хотите носить что-то легкое, и тан великолепен, потому что он будет выделяться. Он довольно нейтральной палитры, которая будет сочетаться с широким диапазоном рубашечных тканей. И главное – тан, его сложнее найти, но он подходит многим мужчинам. Есть определенные виды в особенности. Если вы носите его с темным костюмом, возможно, он может создать резкий контраст, что может быть немного лишнее для мужчин со светлыми волосами и светлой кожей. Но если вы объедините его со светлой рубашкой, то получится отличное сочетание, что даже рыжий человек, или, извините, да, мужчина с рыжими волосами и со светлой кожей, может надеть его. После тана давайте посмотрим на коричневый. У коричневого есть некоторые негативные стороны. Как было сказано Уинстоном Черчиллем, вы знаете, коричневый цвет выглядит как, ну, не, я на YouTube, поэтому не могу сказать это слово. Но вы знаете, что он ему не нравился. И было, вы также слышали выражение, в городе нет коричневого цвета. Рональд Рейган вернул коричневый костюм. Он был большим поклонником этого цвета. Я смотрю положительно на коричневый костюм, потому что у меня очень темные каштановые волосы. И если вы можете отразить его в своем костюме, и у вас каштановые волосы, вы будете хорошо выглядеть. Черные волосы не очень, светлые волосы не так хорошо. Мне нравится коричневый, потому что в целом цвет внушает чувство доверия. И я думаю, если вы занимаетесь бизнесом, на второй или третьей встрече коричневый костюм сработает хорошо. Так вы немного отходите от проторенной дорожки, это поможет вам выделиться. Ладно, отойдя от коричневого, мы поговорим о синем. И я знаю, что уже говорил о темно-синем. Я говорю про истинный синий. Этот синий цвет при различных условиях освещения будет выглядеть синим. Например, как мой костюм. На самом деле у этого есть небольшая текстура, но вы ясно видите, что это синий костюм. Синий будет отлично, особенно если вы надели только пиджак. Но когда дело доходит до костюма, он немного теряется. Особенно, когда вы в морском оттенке, вы не можете разглядеть этот синий цвет. Мне нравятся синие костюмы. Я думаю, что они заставляют мужчин выглядеть моложе. Но они должны быть, вероятно, третьим или четвертым костюмом. Они одним из ваших двух лучших, если вы не в Европе. Иначе, я думаю, это может быть второй костюм. Отлично. Итак, в общем, мы говорили об угольно-сером, темно-синим, черном цветах. Мы охватили средний серый, светло-серый цвет. Мы обсудили тан, коричневый и синий цвета. И я действительно не говорил о белом. И просто для ознакомления, посмотрите Тома Вулфа. Белый – это то, что вам действительно нужно знать, зачем его надевать. И я думаю, если вас не пригласят на вечеринку Пав Дэдди, вы не будете часто носить белый костюм. И если вы когда-нибудь это сделаете, надевайте его летом. Убедитесь, что он хорошо сидит на вас. Хорошо. С вами был Антонио Сентено из Real Men Real Style. Увидимся.